Модные валенки. В магазине стоят тысяч пять, не меньше. Если сделать своими руками, рублей пятьсот. Вот эти шлёпанцы я носила летом на море. Они очень удобные и мягкие. Из них мы сделаем подошву для наших валенок. К тому же они не скользкие, а это очень важно для зимней обуви. Избавляемся от лямок. Подошва готова. Вверх сошьём из меха. Я рекомендую взять натуральную овчину. Это очень практично и полезно для здоровья. С одной стороны песочного, а с другой стороны пепельно-розового цвета. Без выкройки не обойтись. Оборачиваем бумагу вокруг пятки. Закрепляем булавками. Теперь формируем носок валенка. Вот так. Лишнее подгибаем. Отрезаем. Порезаем немного впереди. Задняя часть готова. Носочек тоже есть. Осталось сделать переднюю часть. Всё скалываем. Обрисовываем. И вот наш макет готов. Аккуратно выравниваем края. И раскладываем шаблоны на коже. Все контурные линии я советую обводить косметическим карандашом. Потом их легко можно будет стереть. Вырезаем все детали. Чтобы убрать ворсинки, пылесосим мех. Вот теперь можно шить валенки. Соединяем все детали и прошиваем их на машинке. Осталось сделать стельку из кожи. Маленькая портовская хитрость. Верхнюю часть нашего валенка мы пришьем к стельке. И уже потом его будем приклеивать к подошве. Пришиваем стельку к основе. Приклеиваем сапожок к подошве. Линию стыка прячем под декоративным шнуром. Закрепляем булавками. Оставляем сопнуть. Мех на швах необходимо расчесать вот такой щеткой с металлической щетиной. И тогда швы будут совершенно незаметны. Валенки к снегу готовы. Посмотрите, они ничем не хуже дорогих аналогов. Сделать такие можно за час. Если, конечно, вам не жалко летние сланцы. Ольга Никишичева, Вадим Денисов, Первый канал.